Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ Авента-М, которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, для дополнительной проверки. Все оборудование отправлено на тестирование за счет завода. Напомним, пожар в городской клинической больнице имени Спаса Кукотского в Москве случился 12 мая. Погиб один человек. Предварительная причина – короткое замыкание в аппаратах ИВЛ. Спустя три дня вновь вспыхнул пожар в больнице, только уже в Питерской, на шестом этаже в одной из палат. Врачи проводили эвакуацию пациентов, которые лечились от коронавируса. Но спасти удалось не всех – пять человек погибли. Проводится проверка. Есть основания предполагать, что пожар произошел из-за загорания аппарата ИВЛ. Больница Святого Георгия, где случился пожар, уже заказала новые аппараты в Германии, а и ИВЛ марки Авента-М изъяты из обращения. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор сообщает о приостановке обращения на территории Российской Федерации медицинского изделия аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М с принадлежностями. Напомним ранее, Минздравом Челябинской области уже были закуплены два аппарата ИВЛ Авента-М на общую сумму в 3 миллиона рублей. Контракт был заключен, но их поставки так и не произошло из-за того, что Росздравнадзор приостановил обращение этих медицинских устройств. Тем временем аппараты ИВЛ будут еще раз проверены на функциональность и безопасность. Проверки могут проводиться как на территории завода-изготовителя, так и по месту фактического нахождения ИВЛ, уточняет предприятие. Все расходы завод готов взять на себя и гарантирует возврат оборудования в исправном состоянии.